Здравствуйте, я Татьяна Орлова, заместитель руководителя отдела регистрации бизнеса юридической компании Юрвиста. Одной из распространенных форм некоммерческой организации, за регистрацией которой к нам обращаются наши клиенты, является товарищество собственников недвижимости. Поэтому сегодня мы с вами на нашем YouTube-канале поговорим об этом виде некоммерческой организации, Разберем основные юридические особенности ТСН и его регистрацию, поэтому смотрите внимательно, мы начинаем. Товарищество собственников недвижимости как организационно-правая форма появилось в сентябре 2014 года в качестве некоммерческой структуры и является более широким понятием, чем ранее действующие ТСЖ СНТ. При этом все действующие ТСЖ СНТ должны привести свои уставы в соответствии с действующим законодательством и переименовать своей организацией в ТСН. Правда, сроки для этой процедуры не установлены. Эта форма управления нацелена на создание максимально благоприятных условий для проживания граждан, гарантирует надлежащий уход за общим имуществом решения общественно важных вопросов. Благодаря ТСН владельцы могут осуществлять управление самостоятельно, не привлекая сторонние организации, такие как управляющие компании. ТСН могут создаваться как собственниками квартир в многоквартирных домах, так и собственниками дачных участков. Создавая дачное товарищество, собственники получают право совместно управлять своей собственностью. При этом члены ТСН не несут ответственности по обязательствам организации, а организация обязательно отчитывается перед своими членами за свою деятельность. В товариществе создаются как исполнительные, так и контрольные органы управления. Товарищество осуществляет свою деятельность, может получать коммерческий доход, но направлять ее только на цели, предусмотренные уставом. Основным документом организации является устав, в котором указывается его наименование, местонахождение, цель и предмет деятельности, органы управления, их компетенция и порядок принятия ими решений. Создать такое товарищество могут собственники квартир в многоквартирном доме, обладающий более чем 50% голосов от общего числа собственников помещения данного дома. При этом количество учредителей не должно быть менее трех. Теперь рассмотрим сам процесс регистрации ТСН. Во-первых, необходимо провести общее собрание собственников, учредителей и принять решение создать товарищество. Утвердить устав и состав органов управления, заполнить форму на регистрацию ТСН, оплатить госпошину в размере 4000 рублей, определиться с системой налогообложений и подать документы в налоговую на регистрацию. Налоговая регистрирует товарищество в течение пяти рабочих дней и уже после получения документов вы сможете сделать себе печать и открыть расчетный счет для ведения деятельности. Плюсами создания ТСН является то, что члены товарищества, то есть собственники, могут принимать решения самостоятельно на собрании, имеют право своего голоса и мнения, могут сократить платы для содержания дома, счет сдачи в аренду нежилых помещений, благоустроить дом и придомовую территорию, могут выбрать обслуживающие организации и поставщиков услуг. Минусами же ТСН является возможность повышенных членских взносов, длительные сроки решения вопросов, велика возможность конфликтных ситуаций исполнительных органов управления и членов, непрозрачная финансовая отчетность, а также возможность банкротства, при которой членские взносы не возвращаются. Членство в ТСН непринудительно и возникает на основании заявления о принятии состав членов ТСН и внесения взносов только собственниками помещений. Выход также может быть осуществлен на основании заявления о выходе, и в этом случае выходящего члена отпадает необходимость в уплате членских взносов. Он теряет право голоса на собраниях, но как собственник помещения он имеет право знакомиться с документацией товарищества. Мы поговорили с вами об основных юридических особенностях, связанных с ТСН и его регистрацией. Но в одном коротком видео всего не расскажешь, ведь существуют также многие другие нюансы, связанные не только с регистрацией ТСН, но и с его текущей деятельностью. Поэтому за правовым сопровождением регистрации, ведением бухгалтерии обращайтесь к профессионалам, то есть к нам, в юридическую компанию Юрвиста. Ведь мы имеем большой опыт в регистрации ТСН, в сопровождении деятельности товарищества. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч!